МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Арктический форум не помешает нормальному движению в Архангельске, сообщает в областном ГИБДД. В ведомстве пояснили, перекрытие дорог не планируется, однако водителям больших грузов рекомендуют передвигаться по городу в ночное время. В работе общественного транспорта пока только одно изменение. С 27 по 30 марта автобусной остановки возле САФО не будет. В связи с тем, что очень много прибывает у нас участников мероприятия, в том числе иностранные делегации, которые будут передвигаться с сопровождением автомобилей госавтоинспекции, с включенным спецсигналами, необходимо быть внимательнее, обеспечивать безопасность движения прохождения колонн и создавать помех. Два человека погибли в результате ДТП, которое произошло на автодороге Архангельск-Новодвинск-Холмогоры. На трассе поздно ночью лоб в лоб столкнулись Влада Приора и ВАЗ-2114. Водители обеих машин скончались на месте. Их личности установлены. Пострадавших и тела погибших деблокировали спасатели при помощи специального инструмента. Обстоятельства ДТП выясняются. Сегодня во всем мире отмечается День борьбы с туберкулезом. В Архангельском диспансере будет организована горячая линия, по которой можно будет задать вопросы, связанные с заболеванием, профилактикой, выявлением и лечением туберкулеза. Ваших звонков ждут с 10 до 13 и с 14 до 16 часов. Номер телефона в Архангельске 68 28 90. А 25 марта в субботу с 9 до 15 часов жители и гости Архангельска смогут бесплатно пройти флюорографию в противодуберкулезном диспансере по адресу проспект Новгородский, 28. Спасатели предупреждают рыбаков Архангельской области об опасности выхода на лед. Его прочность и толщина на реках по море снижаются, образуются смертельно опасные промоины. Рыбалка на озерах пока относительно безопасна. Актуальную информацию о действующих ледовых дорогах можно уточнить на сайте предприятия Архангельск-Автодор. 25 марта работники культуры отметят свой профессиональный праздник. В Архангельской области это свыше 10 тысяч специалистов. В областном драмтеатре сегодня их будут чествовать. Будут объявлены лауреаты премии Архангельской области в сфере культуры и искусства. Одним из номинантов стала преподаватель Архангельского музыкального колледжа Ольга Ольштейн. Занимаюсь со студентами, которые приходят на отделение сольное и хоровое народное пение, которые любят петь народные песни, которые любят фольклор. Выпускники наши работают в северном хоре, в различных музыкальных школах нашего города и области, в Санкт-Петербурге, в Москве уже сейчас. Социальные дома в Северодвинске строятся с опережением графика. Уже возводится один из объектов четвертого этапа программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Сегодня на площадке трудится 40 человек. Позади кирпичная кладка, через 10 дней будет готова кровля. Водопровод и канализация готовы на 70%. В начале апреля сдадут теплоузел и внутридомовые системы отопления. Всего в городе возводится 5 домов. В целом идем в графике, по каким-то позициям идем с опережением, где-то на две недели, где-то на месяц. Котлас утонул в лужах. Котлашане сталкиваются с этой проблемой каждый год, но решение так и не найдено. Глобальный выход – усовершенствовать ливневую канализацию. Менее затратный путь в большем объеме вывозить из города снег. Пока ни то, ни другое не сделано, Котлашанам и дальше остается запасаться не только резиновыми сапогами, но и терпением. Раньше такой грязи, мне кажется, не было. Это первый год такая грязь. А до этого как-то убиралось. Сейчас вообще, что машины едут, то боишься тебя обрызгают, что по пешеходному уйдешь, то же самое. Потому не знаю, что служба благоустройства, чем занималась вообще всю зиму. Никогда снег не убирался, ничего. Такие горы снега везде стоят. Я бываю в Череповце, там снег вывозится намного чище. Я в резиновых сапогах хожу. Кожаных уже не пройти нигде. Депутат Госдумы Елена Вторыгина и детский омбудсмен региона Ольга Смирнова проведут горячую линию по защите прав детей. Она состоится 27 марта. Вопросы можно задать с 10 до 11 часов 30 минут по телефонам, указанным на экране. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова